Вам девочка показывает дорогу и сквозь ест, собственно, из не кожаной части она вас выводит на такие вот разокусные тропинки, да. Вот, где-то тропинки прям чёткие, где-то пропадают, как бы, такая вот лесная местность, по которой люди. И так, дыри, биджет, пиньте на реплик, пожалуйста. Лихо. Сейчас опять бревно пролетит. 11. Действительно, легко. Дерин идёт такой, в какой-то момент, ну, то есть, тропинка, такая тропинка, она пропадает, потому что там трава, ещё что-то, какие-то ветки, деревьев, листья. И, собственно, дыри в последний момент успевает понять, да, что это волчья яма, а Дерин не успевает, к сожалению. Иронично. Волчья яма. Я Барт, а не этот ваш следопытный. Они волк, да? Прости. Я не тоже. Селёнушка, Дерин, сколько у тебя это следопытный? Много, 21. У тебя нет. Хорошо, уже нет, да. Сейчас. Ох, всё. Эй, смотри, 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 смотри. Ещё кому-то листанчик. Ааа, ты падаешь, там яма стоили на 19 урона. Красиво. Погоди, ты сейчас. Доставай на 20 урона. Сейчас там будет прикольный будет. Ты очень неудачно. Волк, волчья яма. Волчья яма. Дайте мне какую-нибудь зверючку. О, да. А у тебя там нет баночки? Вот это яма. Нет, у волка. Там, видишь, динозавр был. А может, в волчья яме такая магия? Типа ты падаешь, ты превращаешься в волка. Или тебе побольше динозавра. Давай попробуем. Нет, я же стреляю. Вот я буду с крылышками. Я сперва пытаюсь превратить собрана, чтобы не пугать ребенка. Не-не-не, она сзади нас. Но нет. Вы ее оставили за спиной с самурами, рядом с зомби. Избери ее себе. А, сейчас вы проспали до двух и пошли, отправились в дорогу. И несколько часов проили, и, собственно, сейчас уже время к заказу. Сейчас, если я еще раз не прощу, я буду. Теперь она просто будет видеть, как человек, так, эльф валяется на копьях. А если ты веришь, то она пишет кисточку. Раму высотой, так ли? Три метра, наверное. Я пытаюсь выбраться на чем? На два глазу. Ну, собственно, на вам вырытом земле. Прикупали. Я бы не выбралась. Девятнадцать? Да, ты выбираешься. Я бы, знаешь, говорю, осторожно. Ну, ровно. А в ней-то корона? Сама просит. И, типа, показав всем, что тут яма, аккуратненько я иду дальше. Лерен, тебе подвечу. Чай за первой. Да. Погоди, я вам. А что, пояс? У меня просто пояс. Это не могилы. Булочки. Да. Собственно, вы видите, что здесь рядом, как это запруда, не запруда. Вот здесь находится таба, ну, укрепление, которое не позволяет воде вытекать. Здесь уже довольно обычная речушка, по карте вы это видите. Вот здесь деревня. И вы, собственно, вижетесь вот сюда. Ну, мы идем к деревне. Спасибо. Здесь все бы там не забрал. 19. Не забрал. 15 на топе. 22 и 17. Да я думала, что у вас сейчас деревня вытаскивается, но это не состоятельный. Это я и ее девочка. Я ее не отпускаю. Ну, смотри, я никуда не... Она прижимается к тебе поближе. Я не для того, чтобы она никуда не убежала, а для того, чтобы никто не прибежал. Энджин показалось, что где-то вот... Ты обо что-то споткнулся, а Энджин показалось, что где-то вот далеко-далеко какие-то колокольчики зазвонили. Класс. А, не успела. Кажется, она узнала. Какая-то леска. Сейчас придет злой Робин Гуд. Заберет у нас денег. Пойдете. Сигравизация. Я лежу. Ну, нормально. Зачем? Может, туда же и идем? Да нормально, господи. Так, у нас девочка. Знаете только в чем косяк? Девочек-то у нас, но мы-то Ракшасы. Захваченные деревья. У меня уже по трех раз. Вот они, Ракшасы. Может, насмоемся? Давайте, где-то чем, когда. С ряпочками вытремся. А, вот в каком смысле смоемся. Вот зачем уже широкий. Деревня захваченная? Деревня? Девочка, в своем деревне, в деревне Ракшасов нет. Ну, они приходили, все побежали. Папа с другими мужчинами всех победил, и они ушли. Предлагаю идти Ракшас. А, нет, стоп, они нас победят. Да. Или мы их победим зачем-то. Нам это не надо. В смысле не надо? Короче, я размаскировываюсь. Может быть, тогда у меня не будет плак, но не захочет. Да, поможет. Ну, если Мады хочет быть котечкой, она может остаться котечкой. А ушки можно оставить? Я размаскировался и иду дальше уже не радуюсь. Так, тебя я не маскирую. Так, Деревня. Нет, я не маскироваю. Я тоже. Ты котечка? Не котечка. Никто не котечка. Прощай, Славя Ракшас. А у Мадыли тут такая боевая раскраска появилась теперь. Она там самурай. А нормально смыться можно? Ну, можно дойти до реки там. Да, говори, до реки. Пока так сойдет. Ну, грязненькие просто. Все, идем на деревья. Банзай. Окей. Я понимаю, о чем вы говорите. Вы идете еще какое-то время. С двух сторон пусты какие-то деревья. Ну, такой лесок. И впереди уже проглядывается деревня. Ее внимательность. Кто-нибудь подвижился там. 16. 18. Признаки жизни. Движения. Людей. Дыма. Признаков дыма нет. Признаков людей, в принципе, ты тоже не видишь. Час. Вы проходите как будто какую-то границу. И вас удивительно, оно начинает осыпать стрелами. Я начинаю орать, смотрите, куда стреляете, ребенка зашибете. И у нас тут девочка маленькая. Люси, ты очень хорошо орешь. Потому что... Уже говоришь, я Бар. Люси. Все стрелы... Знаешь, такое ощущение, как будто... Начали стрелять. Но ты в самый последний момент заорала. И все стрелы такие в балако. Только одному не повезло или повезло Эстину на третью ровну. Ничего нового. Не надо давать ему ребенка. Я просто думала, что берега вытаскивать будем, но... Но не пришлось. Вы слышите чей-то крик из кустов и... Папаша. Откуда у вас ребенок? Мы его спасли от Ракшаса. К сожалению, мать не спасли. Да, Люси? Девочка плачет. Я его успокаиваю. Извольно смогли... Мы ищем ее отца, чтобы отдать ее отцу и двинуться дальше по своим делам. Мы так делали круг. Мы идем по поручению короля. Но важное дело. Сейчас просто выходим. Подальше от города? Да. Оставьте девочку на дороге и сами отойдите. А вы кто? Откуда мы знаем, что вы ей не причините вреда? Скалочек на родительные. Они ее сейчас тристрейлят нафиг. Она под нашей защитой. Это по-любому Ракшаса. Зачем-то же на нее нападали, так что хренушки вам. Из кустов выходит мужик. Он такой... Он такой говорит, что она моя дочь. Люси. Она говорит, что это ее папа. Ну ладно. Без проблем. Жабирай ее. Что с этого? Я прощаюсь. Он просто стоит и говорит, что отойдите. Подходит. И подходит, забирает девочку. Не за что. Спасибо. Не за что. Мне даже Люси отдать нечего. Слушай, а я вам скажу, как пройти мимо Ракшаса. Куда назад. Они сами не знают. Иначе бы тут не сидели. А нам вообще куда теперь? Домой походу. А, ну нормально. Слушайте, а как через вашу реку перейти? Так говорю, я сверяюсь. Безопасно. Ага, пока я... Сейчас, сейчас, сейчас. С какой целью вас король послал, простите? Спасти страну. Магия. Вы, наверное, не кусты. Нет, но вы простите. Мы что, будем рассказывать все фланы короля? Может быть, вы дезертир и идете врагам докладывать. Ты серьезно? Я бардов мужик. Так я видел, что бардов в армию брали. Так я вот этого солдата, видишь, вообще. Подозрительная женщина. Мертвая женщина. Женщину-свыдопыт. Мужик вообще этот... И блондин. Вот. И блондин. Старин. Старин, старин, 45. 41. Ну, серьезно, спасибо. Нет, было так. Я тебя такого не учил. Просто новое погоняло. Придурули. Я считаю, что подозрительная женщина. Похож, но военная, опять же мертвая. Стриб, плати, нормально все. Чтобы максимально обязаны всем. Поэтому надо выполнить поручение короля и дружиться. Вам что, поручили дезертир и пловить? Вы вообще сами можете дезертируем. Вот вместе мы занимаемся. Дезертируете? Дезертир и пловим. А где грамота от короля? И что, как? Получается? Король слишком занят, чтобы в каждой деревне от короля работать. Потому что он очень занят. Во славу Алистуру! И это искусство. Во славу Алистуру! Ну, идти в процессе с кустами. Давай, давай. Будущее грамот должно знать хорошо готов. У тебя должна быть хорошая река, чтобы поддержка от народа. Я вот такой, терпеливый баб. Я только что падала в яму с Колей. Мне понравилось. Я начинаю так что-то декламировать. Я говорю-говорю с ним. И вплицать начинаю в эту речь строки бардовской песни. То есть, внезапно начинаю говорить в ритме. Это работает не за стандартное действие, получается? Ты это как бы растягиваешь откаст? Или стандартное? Стандартное. Это стандартное действие у бардовской песни. Как закрыли на ней. Как только ты начинаешь первые слова рифмовать, он командует людям заткнуть уши. Хитрый какой-то. А сам затыкает? Нет. Нет, людям не надо. Пусть он затыкает. Подбросок по воле ему склада 167. И в нос. Прокину. Он тебя слушает. Я ему говорю, что мы все равно пройдем, потому что дело короля для нас важнее кучки оборваться из деревни. Поэтому... У него, по-моему, не Ферик просыпается, что-то не чуется. И Люди плачут. Плакать просто падает. Поэтому вы нас или пропустите, или зачем вам неприятности. Как бы... Сейчас вы обнимаете. Как нам просто уйти, нам без разницы. Если они хотят попробовать нас задержать, мы попробуем. А почему вы докажете, что вы от короля? Мы не собираемся... А почему вы докажете? Потому что если мы будем доказывать всем мирным попавшимся... Мы тут партизаны. Нам никого ничего не надо. У вас на рожек не написано, что вы партизаны. На рожек у вас написано, что вы вполне можете быть дезертирами. Что вы можете быть вредителями. Что вы можете быть предателями, которые переметнулись на сторону ракшатов. У вас не написано, что вы дезертирами тут ловите. Идите. Идем. Можаусто. До свидания. Идем. Мне не помогли. Да ну я машу. Собственно, рожек что-то задевает. У вас летит бревно с какими-то металлическими шубами. И все увернулись, а модель и энджин не увернулись. Вы не упали от удара бревна, но получаете по 7 урона. Офигеть разведчики. Что, мы нашли бревно? Мне нравится. А вам прыгать лучше с кухой. Вы зачем так? Откуда вы мне это не взяли? Да вот эти робин-копы-то машины, бревен понавешали. Плюс 12. Да блин. Не было ничего. Не было ничего, спасибо большое. Идем дальше. Как где-то 20 хитов стало мало у нас. В том же порядке. Да ты у меня это базовый. Я с тобой. Давай, лучше мы вдвоем бревну забываем. Как-то не так обильно. Ну да, действительно. Мне известно, кто-то это делал, понимаешь? Да и все было. А то все. Нет, нет. А то у меня опять 13. Хорошо. Семаусы. Семаусы. Семаусы чистые. Вы идете и в какой-то момент понимаете, что у вас опять под ногами проваливается земля, но успеваете отскочить. Там такая же яма с полями и на полях несколько трупов Ракшаса. Ну, ты как мило. Круто. Идем дальше. Мы входим в аккуратно. А что там у Ракшаса еще не видны, интересы? У меня смеюсь. Идем дальше. Идем дальше. Ты что такая новая? Лест не нравится. Спать тоже. Протеза этот. Чем дальше влез, тем в толще претеза. Да вы с родными не разговаривали. Так, девочки, брей. Так, мы нашлись. Идем опять дальше. Да. Опять на ревчат? Да, опять на ревчат. Да, опять на ревчат. Я поднимаюсь, вытаскиваю из голенища кинжал и перерезаю эту веревку. И акробатикой спрыгиваю вниз. Так, 23 на мастер побега и 17 на акробатику. Да. Как-то повешеный. Он никогда не задумывал. Вот вешать, еще его не вешали. За руку. Еще не. Повешеный. Хм. Хорошая идея. Ничего. Повесить. И вы, собственно, доходите до реки. Одна из тропин послуживает к реке. И там разрушенный мост. Я прыгну. Я чуть-чуть не допрыгну, скорее всего. 14 минут на прыжки. Разбега. Ты не допрыгнула. Ну и я плыву. Это что? Оставляю или перебрасываю? Я вижу 15. Я тоже вижу 15. Да. 25 на прыжки. Джек перепрыгнул. Так, на плавание. Ты такой привычий выяснился. Прыгнует. Я последний. 19 на плавание. Ты спокойно доплываешь до такого пекла. Я вырус такой. 15 на прыжки. Я достаю миллион. Это крабиации. Давайте. Падаешь где-то вот рядом с Дэйном. Я уже на берегу. Ну, да. Там где пал. На плавание. Ну, там сила, так что умею. У меня штраф отдаст. Ну, вообще-то хорошо. Все нормально. Одни? Самые. Больше. Привет. Мне единица. Я плыву? 24 на плавание. 13. Плывешь. Такой изящный щучка. Ну, подожди. Я спохнула себе. Я думаю... Она говорит, ребят, да. Плывешь. Ты там нормально плывешь? Ты, да, знаешь, разбежалась и прыгнула. Ты напоролась на какую-то корягу на один урона. Доминакс на прыжки. Давай, сразу на плавание. Давай. Плывешь, я не стой на этих столах. 20. Сны, наверное, плывешь. Да, бывает иногда. 24. Мастер, ты же бессмертный. Ты что говоришь? Нет, мастер. Давай, поплыли. Да я думаю, я просто дойду. Поплыли. Ты мне прицепляешь. Да, я просто иду. Ты идешь по дуе и напеваешь острый спиратов кайфстану. Слушайте, это так интересно. Один с ним не мягкий, а вдруг... Хорошо, что... Я плывула. Проплыли мы все. Сколько у тебя наплывали? А, 4. Да. Они меня отвлекли фразой, что мастер не бессмертный. Мастера нельзя убивать, иначе вы не узнаете, что будет дальше. Мы дальше спокойно идем по карте. Собственно, дорожка поворачивает немножко туда, в сторону запруды, и пройтите на реку, пожалуйста. 18. 12. Там, в общем, какая-то, как сказать-то, запруды выглядят как сложенные бревна. Ну, то есть они специальным образом сложены, чтобы останавливать массу воды, которая течет по реке. И вы слышите, что там кто-то возится. Да блин. И торопимся туда. Бежим туда. Ты гуляй, так ли? Я, тут, ворона такая, типа, чуть повыше, чтобы присмотреться, а что там может видеть на кого? А, ворона видит двух каких-то товарищей в черных одеждах с закрытыми лицами. Там два чувака в черных лицах. А, они там что-то делают, очень деловито. Что-то делают. С топорами? Смотри, они не с топорами, они какие-то, у них какие-то эти... Это еще... Это мешочки. Ну, короче, они... Двигаем туда. Затопить что-то. И такие, так, а что это мы тут делаем? Они такие переглядываются. Что-то делают. Сейчас. Секунем. Может, мы на джеке-то в виде везде отпробить? Нет. Джек, джек прибылает, может, так, видимо. Покажи, джек. А что, они сейчас бежали? Мы уже побежали. Мы затратили спорта на нас. Уже, да. Ты сегодня хочешь писать? Я уже вижу, что и Зраки тоже пишет, поэтому... Хочешь, хочешь писать. Давайте отвоем. Отберем все события лучше, чем они. Так, сейчас... И перед вами появляются то ли демоны, то ли гиены. Адский гонщик? Нет, демоны-гиены. А где мужики? Ненавижу вновь. Джек, моли мужиков. Так, вот тут край воды. И вот здесь... И вот здесь... Ну, собственно, у меня должны быть деньги. Тамба, тамба, да. Они стоят на ней и, собственно... Да, устанавливают, вот там вот прячут мешочки. Ну, то есть она вот так вот. Ну, то есть стрелки, наверное, с ними будут? Да, 23 урона тебя взять. Сейчас Дэри придет. И все, кто-то ляжет. Так, минус 20. Кто-то ляжет, да. 32 минус 23. И видите. Так, в смысле 23. Вот. Сейчас я их им буду мешать. У делает. Сейчас я их и делаю. А 9 плюс 7, 16 хитов. А у тебя половинная схожа стоит, по каждому. Через свои. А, без разницы, да. Через чуть-чуть лет половинную. 8. И он пытается жалом атаковать Джека. Каким жалом? На хвосте. На хвосте. На хвосте. Это же бывает, что у них на голове рот, а на хвосте жало. А рот их зубами. Странно, если было бы себе наоборот. Ну, да. Ну ладно, хорошо ты испортил мне еще Так, Джек сходил Вот эта собачка Рыженька Жрет рысь Блин, за рысенькой Сколько у рысей хитов? Семнадцать Только попробуй сожрать Напряглись А как шаблонная? Была у меня хорошая рысь, короче Я даже им не успела дать Он ее целиком заглатывает Так, Энжин, ты этого, наверное, не видишь Я только что прошла А глаза открыла У рыси какое телосмотрение Да я только знаю Лег обратно Пытается ударить Дерина Да что ж так Не попадает А вот тот второй тоже пытается ударить Дерина Попадает На четыре урона На четыре урона Без вычета И Дерина на стойкость Да еще один Д6 Ахах классика Семнадцать Все те же самые семнадцать Дерина получаешь четырнадцать урона Сейчас поменяйтесь Никаких проблем Так Не совсем в этой миссии Теперь ты можешь запросто встать туда Я, конечно, именно в беду Давай поменяйся в местах, а не давай я встала Твое хладное тело Неплохо, в принципе Минус четыре секунды Это новый мем Ты живой мертвый А у меня получился этот пояс Да ладно, я повяжу У меня Грис утонуло в монстре Помоги Шли Давай Да вы ржете Опять этот же самый смол Может ты дайс поменяешь, а не кота У меня попалась еще острая имбиринка Прямо в этот момент Давай Стой Прокашляюсь Так, смотри Подожди Двадцать восемь на первый минут Попала Так Собачка Ест модель Да вот она и сама себя ест Нет Нет Может быть ей попадется Бесполезный Крит Это смотри Куда еще Некрасивше Как я Сейчас влажно Она же замуж собрала Давай Зарвать Мадей Сколько у тебя хитов? Она сильная женщина Куда мутирует там Мадей Сейчас Двадцать 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 Знаешь, при силе Мадей Степень его красоты вообще не имеет значения Я не хочу замуж Как ты за отчику то замуж вышел Так, ты получаешь двадцать шесть Урвано Я испугалась, но вдруг Потому что у тебя было двадцать два Я тринадцать восемь считаю Так, 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 так. Вот и спасли деньги в времени. Да ну нафиг это. А король даже не узнает. Он вот умрёт, а король даже о свадьбе не узнает. Ну и не узнает, так хорошо. Растает. Вот она здесь лежит. А что расстает? Так, четыре и... Может хоть блондин? Я не специально это показала. В принципе, если я не прохину, то в принципе, он тебя писает. Нет, ты теряешь. Может быть, ему не везёт комедет с буквами М, Д и Е в имени. Собачка следующая. Я материю на английском. Маделья! 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 Пусть придумает мне ласковое прозвище. Маделья! Маделья! Маделья очень семеная. Я вообще этого не замечала. Собака лежит сюда. Минус пять. Да, ничего страшного. И не жрёт, Истин. А почему вот Истин? Чё там такое? Истин, кинь, пожалуйста, наш что-нибудь. Рефлекс какой-нибудь. Я не знаю. Могу на стойкость. Больше она у меня хотя бы. Если хочешь на стойкость, кидай на стойкость. Могу на стойкость. 11. Можно я вам к тебе подбегать? На мастер-побегу у меня больше всего. А я захвачью на тебя рысью. А ты просто станешь такой стойкий. И вот ты вот весь в том, что журнал вам собак. Рысью, рысью. Положите рысь малью. Лежишь. мертвые? сейчас разберемся, у нас тут вообще все мало живых ты тем более и у меня это стандартно ты этого не видишь как это есть? не правда я бы эту стреляла она это слышит положите есть оно он лежит он не прокинул что за треш творит это ведь провал называется Её стошнило. А почему крыльтровал Листина внезапно получил? А потому что он стойкость не прокинул. Какие весёлые крыльтровалы. Ты видишь, как собаку стошнило твоей Листи. Я от удивления напускаю психиатр, когда его изобретут. Как себе? Мы изобретём психиатр. 13, 10, зато последнюю 28. Да, ты явно в шоке, 28 попало. Что-то какой-то метаболит сам наш с твоей жизни началась. Хорошо. Иди тоже за команду выйди. Так. Дерин. Дерин стабилизирован, модель стабилизирована. Два товарища бьют миссии. Один промахивается, потому что слепой, а второй промахивается, потому что лошара, миссия. У неё, как мне нравится с ними общаться. Мы с тобой тоже. Мальчики, давайте с тобой дочь. При установке, что у них есть яд, а он на тебя не действует. А ещё у них есть скрытая атака, но на тебя она тоже не действует. На неё не действует скрытая. Она же нежень. И чё? Не действует.